привет друзья с вами вами и это мои планы на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года а также мои мысли по поводу нескольких игр которые на всякие видео и стримы не попадут по определенным причинам и я их тут тоже немножко выскажу но сначала все-таки расписание в понедельник во вторник продолжится dark souls 1 с модом prepare to die again думаю за два стрима я его до пройду если не получится нормально то может быть там второй стрим будет подлиннее или может быть и первый стрим будет подлиннее но по сути осталось не так уж и много так что два стрима первого дарка и надеюсь на этом он закончится пока что так что да это понедельник вторник в среду и в пятницу на стримах будет half-life 2 который я хотел перебрать и еще когда проходил black мезу и сейчас руки дошли так что попробуем посмотрим как она как пойдет игра довольно старая но тем не менее это достаточно такой хороший интересный шутер от первого лица сюжетом с интересным левым дизайном с интересными локациями с интересными окружениями в общем дофига всего интересного посмотрим если не особенно зайдет то будет просто half-life 2 и все если хорошо зайдет то будет half-life 2 и его дополнение эпизоды но опять же посмотрим как пойдет это среда и пятница четверг же между этими двумя стримами half-life 2 будет монстр hunter world потому что там новый апдейт в котором добавляют двух монстров два варианта существующих монстров это бархидиос новый и раджанг новый они оба достаточно сложные достаточно эндгеймовые и я и хочу потыкать на стриме посмотрим посмотрим новых монстров посражаемся мультиплеера скорее всего на стриме не будет или по крайней мере если он будет то после того как я все сделаю что я хочу соло сделать но в основном стрим посмотреть новых монстров так что до 5 стримов на этой неделе понедельник вторник дарк среда half-life четверг монстр хантер и пятница снова half-life как-то так что касается видео то doom eternal продолжается jupiter hell продолжается него продолжается тарков может быть продолжается если я записываю всяких кусочков сделал из них видео ну и в общем то да все как обычно ничего нового вроде бы не выходит такого что я хотел посмотреть если что-то выйдет то может быть что-то будет спонтанное но да такие планы на эту неделю теперь о том что не является планами на эту неделю и о том что она выходила на прошлой неделе и еще до этого и во что я поиграл и ничего по этим играм не делать особо отдельно не хочу так что я про них здесь немножко расскажу первое из них это one step from hidden а это немножко странная игра это roguelite карточное что-то я даже не уверен как это описать но она сейчас на экране так что вы видите что она из себя представляет а и она мне в принципе нравится визуально все довольно красиво играть довольно интересно но проблема в том что я даже не комментируя происходящее то есть когда все мое внимание сконцентрированной игре я все равно не то чтобы прям особенно понимаю что там происходит и не то чтобы прям особенно успеваю понять что там происходит а так что что-либо говорить в меняемое одновременно с игрой в это я явно не смогу так что увы но игра мне пока что показалась интересной но поиграл я не так уж и много но в общем это карточный рогалик типа slay the spire только со странной экшеновой боевкой необычный как-то так ну и с пиксель артом с анимешными персонажами и всем таким это one step from hidden еще одна игра которую я попробовал на этой неделе и по которой я ничего отдельного делать скорее всего не хочу это новый mountain blade banner lord я попробовал я не играл в старый mountain blade и этот меня совершенно просто никак не зашел то что происходит на стратегической карте скажем так она более менее интересно но как только игра переходит в фазу боя это абсолютно для меня убого не играбельно и все тому подобное то есть боевка просто какой-то трэш я подозреваю что она не особо изменилась с предыдущего mountain blade который был там 10 лет назад и тогда наверное это была очень крутая и интересная боевка но с тех пор на выходило очень много игр с более хорошей и более интересной боевкой и как бы сейчас-то как-то не играется так что боевка абсолютно трешевая ну и собственно все остальное тоже не супер визуально она тоже выглядит как играю примерно десятилетней давности в плане интерфейса и всего такого какие-то очень странные вещи там происходят скажем на стратегической карте я могу зайти в город и на экране города есть персонажи с которыми можно поговорить и я клацаю поговорить с персонажем и жду загрузку потому что город погружается и я спавнись в этом городе перед этим персонажем и говорю с ним почему не сделать диалоговые окошки отдельными окошками не прогружая целую карту для этого Я не знаю, тем более, что на локации этого города Как бы делать особо нечего, кроме как говорить с персонажами И это просто тратит время на загрузки Это тратит время на то, что Если я поговорил с одним персонажем, там взял у него какой-то квест И хочу с другим персонажем поговорить Мне нужно либо выгружаться обратно из города на карту мира И потом загружаться в этот же город обратно Либо нужно просто пешком идти по этому городу И ко второму персонажу его там находить А это тратит кучу времени Ну в общем, да, мне не понравилось Абсолютно ничего, что я увидел в Mountain Blade Как бы я понимаю, почему это, наверное, может кому-то нравиться В том плане, что кому-то, кто играл в предыдущую часть Потому что если бы эту игру мне показали там 10 лет назад То это было бы просто супер офигенно Но сейчас не 10 лет назад Так что не, я как-нибудь обойдусь Ну и также баги и прочие проблемы Скажем, например, тот факт, что игра Почему-то любит вибрировать геймпадом В самые внезапные моменты При том, что я в него не играю с геймпада И я даже не могу ничего в настройках про геймпад найти Потому что там ничего про геймпад нет То есть там, я не знаю, поддерживается ли он хоть как-то Можно ли с него играть Наверное, можно, если он вибрирует, когда я получаю урон, например Но я не хочу с него играть Я играю с ковературой мыши И когда я получаю урон У меня пад начинает жужжать по столу И издавать безумные звуки И мне приходится его просто физически выдергивать из компа кабель Чтобы он этого не делал Потому что в настройках вибрацию отключить нельзя Потому что, опять же, никаких настроек геймпада в игре нет Ну и понятно, что игра в раннем доступе Но, блин, отключите странную вибрацию, когда вы релизите свое говно В общем, да Mountain Blade Не мое И, наверное, никому особо не рекомендую Кроме тех, кто играл в предыдущий Mountain Blade И тогда это новый Mountain Blade, ура Но эти все люди и так знают И им рекомендовать тоже особо не надо Так что да Еще одна вещь, в которую я поиграл на этой неделе Это Modern Warfare Который сделал бесплатным кусочек мультиплеера В том плане, что у него был Warzone Боевой рояль доступен бесплатно и так И на этих выходных можно было поиграть не только в этот боевой рояль бесплатно А еще и просто обычный мультиплеер на двух конкретных картах И в рандомном миксе режимов Наверное, на двух картах, кстати Я не уверен, что на двух картах Но меня только на две кидало И это Call of Duty И... Как бы оно играется довольно весело и бодро И в целом все довольно прикольно Но при этом больше, чем те несколько часов, которые я в него поиграл Я в него играть не хочу Потому что да Геймплей механический там довольно приятный Бегать весело, стрелять весело На первом месте оказывается довольно часто тоже весело И у меня почему-то это получается Лучше, чем во многих других играх Но тем не менее, это все же Call of Duty И... Карты абсолютно невменяемые И они абсолютное говно И они были абсолютным говном Абсолютно все карты В абсолютно всех Call of Duty после там Modern Warfare 2 Были абсолютным говном И это не исключение Обе карты доступные в данный момент Они... Они полный трэш И это, наверное, основная причина По которой я не хочу больше в это играть Ну, кроме этого, как бы Ну, это Call of Duty Если вы играли в мультиплеер Call of Duty То вы играли в мультиплеер Нового Modern Warfare Ну, нового, он прошлогодний Но текущего Modern Warfare И ничего прям особо интересного и уникального в нем нет Хотя, опять же Ну, чуть-чуть весело играется Кастомизация пушек веселая И интересная И прокачивать пушки Приятно Ну, а так да Это Call of Duty Он обычный Со своими обычными проблемами Всеми теми же Так что Играть с него я больше особо не хочу И если вы не поняли это Из того видео Которое было там по пятнадцати Пару недель назад А в боевой рояль Местный Я тоже играть совершенно не хочу Потому что, в принципе У меня боевой рояль не особо нравится Этот, конечно, наверное Лучше, чем другие В которые я играл Но... Эээ... Все равно Все равно не тот жанр В который я хочу играть Ну, это, в принципе, все Что я хотел сказать Так что, да Как-то так Расписание Повторю Поднедельник-вторник Dark Souls Среда Half-Life 2 В четверг Monster Hunter Пятница Half-Life 2 На видео Doom Jupiter Hell Neo Может быть Тарков Может быть еще что-нибудь Ну, а тогда На этом все тогда Я надеюсь, вам понравилось это видео Спасибо за просмотр С вами был Ваймс Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok